Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе прокурорский надзор. С 28 сентября по 2 октября сотрудники надзорного ведомства провели 35 проверок действующего законодательства. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 247 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 515 обращений граждан и юридических лиц. Состоялись заседания межведомственных рабочих групп по профилактике и противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере экономики и по вопросам соблюдения прав дольщиков. Первый заместитель прокурора города провел выездной прием жителей Андреевского муниципального округа. Прокурор города Севастополя Марк Большедворский и исполняющий обязанности начальника управления судебного департамента в городе Севастополе Лина Прокудина подписали соглашение об информационном взаимодействии. Для школьников прокуроры провели урок семейного права. Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку исполнения законодательства при использовании государственного имущества в местных учреждениях образования. Установлено, что руководством государственных бюджетных образовательных учреждений номер 47, 28, 59 и 17 в нарушении требований законодательства заключены договоры аренды помещения столовых школ с индивидуальными предпринимателями без согласования с департаментом по имуществам и земельным отношениям города Севастополя. С целью устранения выявленных нарушений руководителям указанных образовательных учреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, прокуратура района в отношении директоров школ возбудила дела об административном правонарушении, нарушении порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом. Материалы административных дел направлены мировым судьям судебных участков номер 2 и 3 Балаклавского судебного района Севастополя для рассмотрения по существу. Природоохранная прокуратура Севастополя выявила нарушение правил технической эксплуатации насосной станции ГУПС-водоканала. Установлено, что в районе дома номер 33 по улице авиаторов располагается канализационная насосная станция. Указанная станция в настоящее время эксплуатируется ГУПС-водоканал. Проверкой установлено, что станция оборудована аварийным сбросом, который представляет из себя накопительный бассейн и систему трубопроводов. В случае аварии сброс точных вод происходит непосредственно на пляж Качи. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Станция принимает сточные воды от объектов жилого фонда и городской инфраструктуры и перекачивает их для последующей очистки. Отсутствие надлежащего контроля за сохранностью и состоянием сетей привело к осуществлению несанкционированных вырезок в трубу аварийного сброса и ее заглушения. По результатам проверки в адрес директора ГУПС-водоканал прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона причин и условий им способствовавших. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры. Прокуратура Балаклавского района помогла труженице тыла получить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. В ходе прокурорской проверки установлено, что в марте 2020 года Управлением труда и социальной защиты населения Балаклавского района города Севастополя женщине отказано в установлении статуса ветерана в связи с недостаточностью данных. Вместе с тем, женщина начала трудовую деятельность в годы Великой Отечественной войны. С сентября 43-го года, после освобождения Сумской области от немецко-фашистских захватчиков, по январь 46-го года, женщина работала в колхозе «Заря» Рудневского сельского совета Путильского района Сумской области. Несмотря на то, что официальные документы трудовой деятельности в годы войны не сохранились, имеются свидетельские показания коллег, подтверждающие этот факт. В связи с сложенным прокурор Балаклавского района в интересах пожилой женщине подал в Балаклавский районный суд заявление об установлении факта трудовой деятельности в тылу, что в дальнейшем станет основанием для установления статуса ветерана Великой Отечественной войны. Исковые требования прокуратуры полностью удовлетворены. Решение вступило в законную силу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова